всем доброго дня вы на канале голубика днепро и сегодня хочу рассказать и як я готовлю фитоспорин пасту шо таки фитоспорин паста цепь за все биофунгицид то есть это биологический препарат на основе живых бактерий зачем нужен фитоспорин паста он очень играет большую роль в жизнедеятельности растений составе этого биофунгицидом идут миллионы миллиарды не знаю живых бактерий и эти бактерии помогают бороться с потогенными вредными бактериями которые поселяются на наших растениях я его использую в течение всего сезона летнего сезона чем хороша фитоспорин паста что этот эту пасту можно приготовить маточный раствор и он может стоять на протяжении всего сезона то есть я его приготовила и по необходимости прихожу беру сколько мне нужно и обрабатываю свои растения можно обрабатывать не только голубику огурцы помидоры другие ваши растения в том числе я делаю обработку еще и своих цветочков в основном гортензий что мне еще нравится во первых как я уже сказала это биопрепарат это не химия это не какие-то вредные то есть это не навредит никак не экологии не вашему организму какие особенности приготовления фитоспорина пасты а еще не уточнила что во первых это лечение и профилактика всевозможных грибковых бактериальных болезней это может быть фитофтора корневая гниль парша мучнистая роста черная ножка ржа то есть это такие скажем грибковые запаливания которые с которыми мы пересекаемся на протяжении всего сезона выращивания наших растений на улице ну можно его также использовать их домашних условиях значит как же он выглядит вот упаковки стандартные обычно идут 200 грамм вот как выглядит эта паста она герметично упакована она такая мягенькая коричневая особенность приготовления фитоспорина во первых для всех биопрепаратов какие бы вы не использовали используется обязательно отстоянная вода ни в коем случае не холодно и скоро из колодца и скважины и не из-под крана сразу же потому что там присутствует хлор и эти бактерии просто не активизируются а погибнут а нам нужно чтобы этот препарат работал поэтому берем на 200 грамм пасты фитоспорина 400 грамм отстоянной воды которая подстояла не менее суток дальше вот когда я открываю пасту даже можно услышать легкий запах какое-то присутствие вы знаете мне запах аммиака то есть здесь дальше я готовлю полностью всю порцию то есть вот это вот мягкая учите струйте вас будут грязные все предметы будут у вас грязные потому что это такая ну как я уже сказала это паста вот как она выглядит теперь всю эту пасту я должна разломать и поместить в баночку дальше всю эту пасту я размещу водички беру не маленькую баночку а десь 700 граммову тобто колись тут размещуется фитоспорин паста то вона заповнюються до самой горы далеки бактерии дальше эти бактерии должны постоять и раствориться немножко я это помешиваю в течение суток через сутки они активизируются то есть нельзя сразу приготовить и бежать обрабатывать ваше растение то есть эти бактерии должны проснуться они должны активизироваться и только через сутки можно использовать после того как вся наша паста она не так быстро растворяется это не порошок то есть я немножечко нужно помешивать раскалывать и для того чтобы она полностью растворилась дальше особенности хранения после того как вы приготовили эту пасту ее нужно хранить да тоже по-особенному то есть каким образом я накрываю свою баночку обязательно можно взять какую-то салфеточку либо какую-нибудь лоскуток тряпочку и накрываю зачем бактерии должны дышать ни в коем случае их нельзя закрывать капроновой крышки крышкой туда должен быть доступ следующий вариант мои бактерии теперь будут стоять ни в коем случае не на ярком солнце я буду и хранить в прохладном самое главное темном месте где не будет хорошо себе размножаться и хорошо себя чувствовать потом при необходимости уже через сутки лучше через двое суток я беру хорошо растворимая хорошо растворимый маточный раствор и пропорции использования столовая ложка на ведро воды и по листу можно поливать дождеванием из леечки ваши растения я прохожусь во второй половине дня по листьям голубики и делаю это не чаще чем один раз в две недели потому что я уже много раз рассказывала что используем фитоспарин пасту а не показывала как ее готовить вот и теперь она у меня хранится и может храниться долго потому что они себе работают у них создалась хорошая среда и как я уже сказала использую по необходимости прошло две недельки обработала пролила листочки помыла листочки свои ортензии свои голубики и поставила опять в темное прохладное место кроме фитоспорина пасты еще есть фитоспорин порошок чем отличаются эти две два препарата порошок быстро растворяется опять же в отстойной воде ни в коем случае не свежий и его нужно использовать в день приготовления желательно на протяжении нескольких часов после приготовления и хранить его уже нельзя то есть это долго это моментально это хранится и работают эти бактерии постоянно эти бактерии нужно использовать в тот же день и вот почему снимаю свое видео во первых очень дома дома удобно готовить вот такие все препараты вот и хочу показать как выглядят уже мои маленькие укорененные гортензии вот такое количество у меня осталось из многочисленных потому что что-то не получается что-то не вышло ну факт тот что вот потихонечку мои гортензии дали корешки и я их рассадила поэтому всем хорошего дня мирного неба вы были на канале голубика днепро я за украины я за украину